Знаете, я прихожу туда, стою, говорю эти умные слова какие-то, ну, они снимают, так красиво там, красиво поставили, и идет какая-то делегация французов, там экскурсии ходят, а в соседнем зале там какая-то выставка была, и вдруг эта женщина, которая вела экскурсию, говорит, аааа, и она им говорит, что вот, типа, вот этот человек, я только что вам про него рассказывал, а там, значит, стоит такой мой костюм, она им говорила, что это самое, что, в общем, это вот человеку была самая маленькая талия, все такое прочее, И она говорит, что они начинают хлопать. Я был за неделю где-то там в театре. Я видел, я ей говорю, что там костюм не застегнут сзади на маникэне. Она говорит, как не застегнут? Я говорю, нет манекенов, на которых это застегнут. Она мне не поверила. Я говорю, пойдемте, мы заходимся. А там костюм с плащиком таким. Я плащик так приподнимаю. Смотрите, и там вот так не застегнут костюм. Она говорит, а как вы в него влезали? Я говорю, вот это не спрашивайте. Потому что, когда я на это все смотрю, какие-то детские размеры. Я стою все время перед витеринами своих костюмов, думаю, нет, это обман какой-то. Такому не могло быть. Я таким быть не мог. Потому что, когда я увидел сам, я думал, что у меня начнется изделие. А был такой период? Да. Да нет, даже 40-й, 40-й размер? Ну, я уходил со сцены, я был 48. 48. А потом резко стал 52, и живот стал расти как-то к национальности. Если бы я был армянин, у меня бы попа росла. Я грузин, у меня живот растет. Это благороднее, скажем так. Что ж хорошего? Так не видишь, так тихо сидишь, удобно. А так сидишь на костяшках, а здесь лежит этот бурдюк. А потом, когда встаешь, неловко, понимаешь? Ну и подумаешь. Да ладно. А это типа солидный, попа большая. А тут, ну что ж, животное ужасно.